Друзья, братья и сестры, я хочу вместе с вами сказать славу нашему Господу. Вы знаете, однажды Давид сказал, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий. Я думаю, всякие, каждый раз, когда мы приходим на это место, я думаю, в каждого верующего человека внутри, в сердце, есть та внутренняя радость, тот внутренний мир, который дает только Христос. И это есть особое место для каждого из нас, и пусть Господь благословит нас на этом месте. Вы знаете, я однажды слышал свидетельство у одного человека, который родился в мусульманской семье. И когда они жили там, на Среднем Востоке, там между ними не было христиан. Они вели все мусульмане, потому что мусульмане, они обычно пытаются или стараются создать такую обстановку свою, что просто люди не могут по-другому вместе, они не общаются. И пришло время, когда они переехали в Европу, в Англию. И первый раз в жизни этот человек, он услышал Божье Слово. Там в Англии есть такое место, где люди выходят, и они могут на улице проповедовать, они могут говорить о своей вере, они могут иметь дискуссии. И будучи таким человеком, который научен с детства, он начал, вступил в дискуссию с этим верующим человеком. И он говорит, я не понимаю, как вы можете, как ты можешь понимать или верить, как-то Бог может воплотиться в человека. Вот я, говорит, не понимаю вообще, как может Бог войти в человека. И вы знаете, этот молодой христианин, он говорит ему вопрос, задал вопрос, говорит, ну, ты понимаешь или веруешь, что наш Бог, Он всемогущий, что Бог есть Дух, что Богу нету ничего невозможного. Он говорит, я верю, ну, как ты не можешь поверить, что вот этот всемогущий Бог может войти в свое творение. Он говорит, не знаю, моя логика не позволяет мне так думать. Но, говорит, и этот верующий человек объяснил этому человеку, говорит, наш Бог такой велик, такой всемогущий, Ему нету ничего невозможного, Он все может делать. Он создал небо и землю, Он сотворил из ничто что-то. И мы верим, что Бог воплотился, пришел на эту грешную землю, лишь для того, чтобы дать людям на этой земле возможность, возможность познать Его, прийти к Нему и получить вечную жизнь. И вы знаете, когда он об этом и думал, вообще, изламская вера, она появилась на земле примерно 625 лет после Христа. И когда человек не имеет доступа к Божьему Слову, но потом он первый раз слышит Божье Слово, он говорит, я начал читать, я думаю, интересно, очень глубокие мысли. И он начал читать Божье Слово, взял Библию, он начал читать. И ему начал открываться Христос. Не просто как пророк, не просто как человек, который пришел в этот мир и просто временно был, но это по-настоящему Бог вошел в человека, воплотился, жил святой жизнью, непорочной, пострадал, взял грехи всего мира на себя, пострадал на кресте Голговском, умер, потом воскрес, потом воссел Одесную Отца Небесного. И читая это место, 39-й Псалом, это место, которое процитировано было, «Твердо уповал я на Господа». Это второй стишок, 39-й Псалом. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, и из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мою новую песнь, хвалу Богу нашему, слава Ему. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой». Вы знаете, человек рассказывает, как познал он Господа. Он рассказывает, как в ее жизнь вошел Иисус, как Он вытянул его. Здесь Давид говорит, «Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота». Действительно, когда мы вдумываемся в эти слова, которые Давид говорит, он говорит, «Извлек меня из страшного рва». Однажды Иосифа, братья его родные, они его скинули в этот ров, в это место, где когда-то была вода. Это есть очень страшное положение, когда раньше людей просто не хотели убивать, но просто их туда пускали. Там было, может быть, немножко воды, там было, может быть, болото по колену, но человека туда скидывали. И этот человек немал шанса оттуда выбраться вообще. И действительно, когда человек без Бога, когда человек в этом мире живет в грехе, он чувствует себя в страшном рву, он чувствует себя, «Мне нет выхода, мне нет шанса на жизнь, мне нет шанса на то, чтобы у меня была успешная жизнь». И тут вокруг него есть христиане, верующие люди, крещенные Духом Святым. Он на них смотрит и видит, у них успешная жизнь, они в покое, они имеют семью, они не колят себя, они не курят какие-то наркотики, они имеют свободную, радостную жизнь. Человек смотрит на это и думает, где же источник? Откуда они взяли это? И человек прибегает, человек именно в тот момент нуждается в Боге. И здесь говорит, «Давид, я уповал, я уповал на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал мой вопль. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, поставил на камни ноги мои, утвердил стопы мои и вложил в уста мои новую песень, хвалу Богу нашему, слава Ему». Вы знаете, этот человек рассказывал о том, какой он был агрессивный в своем характере, какой он был нетерпелив, когда он слышал, когда кто-то поинако мыслит. И говорит, «Когда я начал вникать в Священное Писание, я думаю, почему такие христиане, как бы такие смиренные?» И он перешел в Евангелие, и он начал читать о Христе. Он начал читать о том, что Иисус Христос, будучи на земле, Он не был, как тот человек, в которого он верил, агрессивным, воинственным, который уничтожал целое население, потому что они не были одинакомыслящие. И он начал читать о Христе. Он прочитал в Евангелии Иоанна, что Божий Сын, Творец, Бог, преклонился пред Своим творением и умыл им ноги. Он говорит, «Я-то не понимаю, как это так? Бог пришел в этот мир, потом еще преклоняется пред человечеством. Это просто нереально. Как это может быть?» И говорит, «В этот момент я понимал, говорит, что Бог открывает мне сердце или как бы мышление Бога, его любовь, его отношение Бога с человеком, что у него другие ценности, у него другие взгляды в этом мире». И потом он пошел, говорит, «Я начал читать послание апостола Павла, где апостол Павел говорит, «Я смиряю себя, я порабощаю свое тело, я стараюсь как бы быть в смирении перед Богом». Другое место, это Священное Писание говорит, «Смиренный Бог дает благодать». Вовсе инакое мышление. И вы знаете, действительно, что невозможно человеку, возможно Богу. Когда сегодня логически человек думает, в этом нет смысла, почему-то так. Но мы каждый день утверждаемся в том, когда мы смиренно-мудренно находим перед Богом, когда мы смиряемся, независимо. Вы знаете, люди часто думают, ну да, в бывшем Советском Союзе было бедно, люди нищие жили, и они как бы свойственно были такие смиренные. Мы живем сейчас в лучшее время, у нас сейчас есть достаток, для чего нам как бы наш уровень портить. Оно как-то даже и неприлично к нашему уровню. Но независимо, смирение – это состояние духа человека. Смирение – это состояние сердца. Это понимание своего статуса перед Богом. Смирение и почтение Бога. И когда он начал в это вникать, вникать, он говорит, Господи, помоги мне. У меня такой бурный характер. У меня такое состояние в сердце, я не могу. И он читает следующее место, написано, что в Антиохии люди начали называться христианами. Христиане – это Christ-like, по-малински написано, да? И он говорит, Господи, я хочу иметь эти чувствования, которые в Тебе. Я хочу быть таким смиренным. Господи, я хочу, чтобы мое сердце было смирено при Тобою. Я хочу угодить Тебе. Вы знаете, этот человек рассказывал свою жизнь, и мне было приятно слушать, как Божья благодать, как Дух Святой, он меняет человека, который был весьма жестоким в своем характере. Но когда приходит Божья благодать, приходит Дух Святой в жизнь человека, человек рождается свыше, и человек встает новым творением, и Бог вложит новую песнь в твое сердце, Бог вложит в твое сердце новый взгляд на жизнь. И поэтому христиане могут идти в этой жизни и радоваться, пребывать в нем. И в этот же самый момент иметь смиренное сердце. Почему? Это есть ключ к благодати Божией. Смиренным Бог дает благодать. Смиритесь по твердую руку Божию, и вознесет вас. Когда человек не делает в своей жизни решение смирять себя, он никогда не получит благодати от Бога. Он никогда... Да, вы знаете, когда брат сегодня говорил о том, что есть такие выражения, братья, сестры, я молюсь, а Бог не отвечает. Небо закрыто. Что происходит? Вы знаете, человек обращает свое внимание, что он просит, и Бог не отвечает. Но он не хочет подумать, а может быть, он что-то делает, которое является преградой для этим. И когда мы читаем Божье Слово, написано, Бог грешных не слышит. Это что-то говорит. Господи, я молюсь. Я прошу, не получаю. Начинаю думать о своей жизни, о своем сердце. Я начинаю смиряться. Я начинаю размышлять. И Бог открывает мое сердце. В Тебя есть те вещи, которые не угодны Богу. Ты говоришь, Господи, прости. Господи, сними это с моей жизни. И я уверяю вас. Я думаю, вы пережили это. Реально. Когда Бог снимает тяжесть с твоих плеч. Когда ты сможешь снова смотреть в жизнь с радостью. Когда в твоем сердце начинает быть божественный мир. Ты понимаешь вот эту разницу хождения перед Богом в смирении. Пусть Господь каждого из нас благословит. И глубже каждому из нас откроет именно то, о чем говорит апостол Павел. Я смиряю и порабощаю тело мое. Я смиряю себя. И это есть наше личное. Это есть то, что мы, я надеюсь, сделаем. Участвую я в постах и в молитвах перед Господом. Это наше отношение с Богом. Может быть, этого никто не видит и так и должно. Но пусть Господь каждого из нас благословит. Субтитры создавал DimaTorzok